2021 год начался В этот год произошли такие события, которых никто не ожидал, но которые были подготовлены, и все сомнения в том, что мировой заговор существует, у здравых людей развеялись. Скоординированные усилия узкой группы лиц с целью полной ликвидации суверенитетов ведущих мировых держав налицо. Сговор состоялся и сговор реализован. Я не сомневаюсь, что ковидная истерия согласована во всех странах. Центром координации, естественно, служит ВОЗ и Мирная Организация Здравоохранения, но не только. Есть закулисные силы, которые подключили все заготовленные заранее пропагандистские машины, и они работали на полную катушку. Вся эта история с ковидом самое яркое подтверждение тому, что существует негласное, непубличное управление, а политика, даже если где-то выборы проводятся, это дело десятое, второстепенное. Политиков всегда можно купить, выборы всегда можно фальсифицировать. И это второе событие, которое произошло, имеющее мировое значение. Всякие разговоры о либеральной демократии, о свободах, свободе выбора и всяких прочих свободах можно закрыть. Эти разговоры никчемные, потому что управление производится вопреки всем этим принципам, которые декларируются только для людей, которым нужно сломать сознание. А это с этим сломанным сознанием человек становится управляемым. И консолидации людей не происходит. Люди этого и не хотят, они подготовлены всем XX веком к тому, чтобы превратиться в информационных рабов. Ну вот для этого развернута и ковидная истерия, и подключены мощные средства пропаганды, промывающие мозги. Но вот так получилось, что именно в 2020 году всем вот этим закулисным силам пришлось соединить вместе все свои ресурсы для того, чтобы не допустить победы Дональда Трампа на президентских выборах. Не то, чтобы он нам дорог, а нам важно отметить именно это событие, что фальсификация выборов в Соединенных Штатах – это факт. Это факт, и то, что в Российской Федерации уже вошло в обычаи, то есть эта фальсификация у нас тянется с 90-х годов. И понятно, что и там, и там, везде, где так называемые свободные выборы, прямые, тайные и так далее существуют, всюду фальсификация есть, она настолько масштабна, насколько граждане расходятся с собственной так называемой властью, которая, в общем-то, как казалось многим, исходит от них, то есть как проголосовали те и правят, на самом деле правят те, кто правят, а если им нужно сфальсифицировать выборы, они их сфальсифицируют. Если они без фальсификации побеждают другими методами, промыв мозги, например, им не нужна фальсификация. Настолько, насколько требуется им для очередной фиктивной победы, настолько выборы и фальсифицируются. Так сделано и в Соединенных Штатах Америки, и все это, благодаря исторической случайности, вышло наружу. И одновременно вышел наружу сговор, заговор, давно уже сформированный. Это использование средств массовой информации, якобы свободы слова, в интересах, опять же, закулисной, неизвестной поименно группировки. Выставлены какие-то фигуры, карикатурные, типа Байдена и всей его команды. Это просто карикатура, насмешка над теми, кто участвовал в голосовании. Ну, как и у нас тоже, Путин и вся его команда, если присмотреться, это личности абсолютно карикатурные. И вот эти люди начинают править, потому что средства массовой информации обрушивают просто на людей невероятный поток лжи, клеветы, фальши. И, в общем-то, ничего другого, кроме как обмануть, никаких других целей средств массовой информации не ставят. То есть, если они дают правдивую информацию, то только для того, чтобы обмануть по самым ключевым вопросам. Вопрос о власти остается самым главным в государстве или в том, что осталось от государства. То есть, оккупационный режим – это уже не государство. Тем не менее, вопрос о сносе этого режима является ключевым. Ключевым является вопрос о восстановлении государственности. Так же, как и в Соединенных Штатах, так и в России и во всех странах европейской цивилизации. Везде власть захвачена людьми, которые не имеют ничего общего с интересами, и их интересы идут вразрез с интересами нации и государства. Они всюду ликвидируют государственные структуры, а сейчас ликвидируют уже много лет. В России ликвидируются и в других странах это уже тоже пошло, которые называются развитыми. Ликвидация социальных систем. У нас они практически все разрушены. То есть, смотрите, разрушено государственное управление, разрушен институт выборов, институт народного представительства. Медицина, здравоохранение, образование. Армия разрушена, полностью разрушена, никакого смысла службы нет. И это просто отряды наемников, люди, которые работают за зарплату. Может быть, там где-то юные лейтенанты, когда приходят, у них какой-то романтизм еще есть, но это все быстро развеивается. И они понимают, что происходит. И куда ни возьмись, там наука разрушена, все институты, которые, основа жизни общества, все, абсолютно все разрушены. В Российской Федерации это точно, а в других странах мы можем подозревать. Если присмотримся, что происходило с ковидобисием, мы видим, это общая универсальная технология, которую применяют эти закулисные силы для уничтожения социальных систем. Но что лучше может быть для уничтожения здравоохранения, как не фальшивая пандемия, в которую вкладываются ресурсы. Естественно, люди больные другими болезнями начинают умирать чаще. Все это выдается за пандемию, подключаются средства массовой информации. Они давят на самую больную точку современного человека. Он хочет жить в условиях безопасности. Если раньше он не думал вообще о своем здоровье, да, впрочем, и продолжает так не думать, все вредные привычки остаются при нем, он начинает бояться заразиться. Заразиться. То есть раньше грипп там, ОРЗ, ОРВИ всякие вокруг летали и ничего, хоть бы хны. А теперь терминологию специально поменяли. Не больной, а заразный. Заразный. Я заразился, ты заразный. И эта терминология тоже ввинчивается в мозги. Каждый человек человеку враг, потому что он один другого может заразить. Это тоже средство рассыпания, уничтожения социума. В Российской Федерации тоже прошли процессы 2020 года, которые имеют длительные, отдаленные последствия. И преодоление этих последствий жизненно важно для того, чтобы сохранился русский народ и Россия как исторический субъект. Впрочем, о существовании того и другого уже, можно говорить, возможно и в прошедшем времени. Даже скорее всего, потому что, как таковой, русский народ показал, и в 2020 году это должно быть ясно всем, что его, именно субъектности, его не существует. То есть, есть русские люди, но они не объединены в русский народ. Нет чувства родства, нет чувства солидарности, нет совокупного национального интереса. Люди сдались. Сдались практически все. 99%, может даже больше. То есть, собственно, русских осталось меньше процента. Ничтожная часть. И они очень далеко, и поэтому очень трудно их как-то русскому найти русского. Все время натыкаешься на русскоязычных россиян. Это не русские, вот эти пораженные ковидобесием и согласившиеся, что оккупационный режим это теперь навсегда, и ничего мы не сделаем. И надо с этим смириться и стать частным лицом, частным человеком. Вот это постыдное состояние, тем не менее, оно таково. На фоне ковидобесия проведен якобы референдум, естественно, фальшивый. И теперь действует путинская конституция. Ельцинская была нелегитимна, незаконна. Ну, путинская тем более. Конечно, никакого референдума не состоялось. Да он и не был нужен, как они считают. За кулисами они все решили. Уже заранее подготовили законодательство таким образом, чтобы можно было все решать без народа. Но они же меняют конституцию без народа. Они утвердили, Госдума, Совет Федерации, вот эти фальшивые структуры якобы народного представительства, которые никого не представляют, кроме путинской команды, в том числе и тех, кого считают оппозиционерами, они плотят плоти этого режима. Вот и Зюганов, и Жириновский тем более, и Сергей Миронов, они просто щупальцы этого режима. Разные грани, разные стороны. Им нужно быть многогранными. Вот они таким образом морочат головы и предлагают там, в том числе и растущим новым политикам. Вы войдите вот через эти двери, через эти грани. Вы не хотите, да и в Единой России уже мест нет, извините, тут уже такая очередь стоит из подонков, что тут в хвост пристроишься, до конца жизни не попадешь. Поэтому, ну вот, через другие двери в эту систему зайдите, послужите, может быть, вас заметят, может быть, вас включат в путинскую номенклатуру. Обнуление произошло, и это было самое главное, обнуление всех сроков, всех президентских сроков Путина и его правление, кто-то, может, не понимает, его правление будет пожизненным. Столько, сколько он проживет, столько он и будет на президентском посту. Умереть он может по естественным или противоестественным причинам. Нас это не должно волновать и касаться, мы на это не имеем никакого влияния. Пожизненным будет. Никакого вот этого вот, что ожидали в этом году. А вдруг он сейчас выйдет и скажет, простите меня, я устал, я ухожу, а вот вам новый президент. Это вероятно, что так оно и будет, но как бы Путин будет заменен на Путина. И никакого другого варианта здесь не будет. Может быть, звать его будут по-другому, но это будет подлец из подлецов. Вот чем подлее, но трудно найти более подлую натуру, будут искать. Они и тогда тоже большие затруднения испытывали, где найти вот такого подонка. Ну, постарались, нашли и в этот раз постараются, тоже найдут. Поэтому здесь закрепление системы произошло, по крайней мере, до того момента, когда они будут ее делить, эту систему. И, возможно, к этому моменту подготовят расчленение России, потому что между собой они могут не договориться. Тогда они просто поделят территорию, поделят ресурсы на этих территориях. Как произошло при расчленении СССР? Это не распад был, многие применяют слово это, а распад. Это было запланированное задолго до расчленения. И еще один симптом, почему-то именно в этом году, неужели случайность? Конечно, нет. Это финансовый институт Сбербанк, во-первых, получил там несколько триллионов рублей якобы на выкуп государственных, собственность государства какой-то там доли. То есть Сбербанк, который был государственным, потом его приватизировали, теперь его снова, вроде бы, он опять в собственности государства на самом деле нет. Сегодня у государства, коль скоро нет, то есть собственности у него тоже нет. Что числится государственной собственностью, управляется частными лицами. Герман Грифф – это частное лицо, и он управляет Сбербанком, как своим собственным карманом. Поэтому он встречается с Путиным, они там с горячими глазами обсуждают искусственный интеллект, не имея собственного, пользуются искусственным. Ну, у кого там в голову органчик вставлен, он повторяет то, что ему туда вкладывают вот эти вот закулисные силы, которые в 2020 году провели глобальный переворот. И для того, чтобы люди не особенно дергались, вот придумали это ковидобесие. И вот Сбербанк перестал быть банком, стал глобальной информационной системой, которая свои щупальца на эти триллионы, которые взяты из вашего кармана, Путин взял из вашего кармана, из кубышки, куда складываются все налоги, и отдал Грефу. Греф скупил готовые бизнесы, имеющие информационную составляющую. И вот сочетание, опять же, так же, как и в политическом процессе, так и в экономике, идет соединение промывания мозгов, монополизация, противозаконное использование национальных ресурсов. То, что должно принадлежать всем, принадлежит теперь вот этому клану. Греф становится ключевой фигурой рядом с Путиным, а там вся цепочка вот так называемых финансистов. Они совокупно объединились, этот клан в Российской Федерации, это ответвление мировой олигархии, вот этой мировой закулисы, ее некий фасад. А решают, конечно, другие люди. Они сейчас, используя информационные технологии, оторванные совершенно от экономики, они высасывают из потребителя и из производителя все, абсолютно все. То есть и те, и другие должны быть нищими. Они совершенно не стимулируют экономику, они совершенно не стимулируют потребление, ну, как бы правильное формирование этих потребительских установок. Они просто исчерпывают Россию, исчерпывают ресурс народонаселения, уже не народа, а населения, которое здесь есть, до конца как бы выдаивают насмерть. И вы видите, для этого подготовлена и так называемая политическая система, система, как управлять этим населением, подготовленные ресурсы для промывания мозгов, организована вот эта эпидемия страха, разъединение людей, которые уже вроде бы готовы были высказаться против этого режима. Теперь им не до того, теперь они занимаются там сохранением своего здоровья, с здоровьем своих родных и близких и бесконечными разговорами только об этом. Вот в целом картинка сформировалась вот такая. И 2021 год, наверное, они будут придумывать какие-то дополнительные новшества, но основные все методы управления введены. Они налицо. И что делать нам? Нам придется уходить из социальных сетей, потому что они могут как с Трампом поступить, ты туда вкладываешься, вроде как свобода слова, и ты надеешься, что это свобода слова и для тебя. Нет, это не для тебя. Глобальные структуры Facebook, YouTube и Instagram – это структуры не для вас, они для промывания ваших мозгов. Вы тут, там, оформляете свою жизнь, вы сдаете туда информацию, она обрабатывается, и против вас начинается работа, если вы не вписываетесь вот в ту систему, которую они создают. Она иллюзорна, она распадется, но времени пройдет много, и распад цивилизации произойдет. А эти специалисты по выдаиванию ресурсов и по промыванию мозгов, они будут заниматься этим до тех пор, пока цивилизация не вымрет, пока европейская цивилизация не закончится. Европейская в смысле европейского самосознания. Не западная, западная – это не цивилизация, западная – это политика. А цивилизация – это европейская, в которую входит и русская цивилизация, как бы примыкает к ней и отчасти перекрывается. Есть восточнохристианская, есть западнохристианская, тем не менее, они в плотном историческом взаимодействии всегда были. Вот это все должно умереть. И процесс умирания запущен, момент запуска – это 2020 год, и сможет ли человечество остановить вот эту катастрофу, переход в темные века, никто не знает. Наших ресурсов, возможностей не хватает. Мы просто должны хотя бы об этом знать, что против нас началась глобальная война, против каждого из нас. На каждого из нас собрано досье, и каждый из нас дифференцируется в этом новом мире так, как решили не мы, а как решили вот эта маленькая группа лиц, которые действуют только в своих интересах, ни в коем случае не в ваших. Если большая часть из вас передохнет от вакцины, они будут только рады. И наша задача в том, чтобы создавать свои локальные сообщества, выходить за пределы их информационной системы, выходить за пределы их экономической системы. С ними не общаться, не участвовать ни в каких их мероприятиях. Выборы, не надо ходить на выборы. У нас какие-то свои должны быть выборы, если они вообще нам нужны. Я думаю, что и не нужны. Ни в чем, что организуется путинской группировкой, враждебной всем нам, участвовать нельзя. Ни в чем, абсолютно. Даже если это детишкам на мелочишку, на молочишко собирают, не надо участвовать. Благотворительность там всякая, бессмертный полк, да, все это правильно, но в руках неправильных людей. Поэтому хотите что-то сделать, делайте сами без них. И чтобы они остались без вас. И информационные системы тоже нам придется уходить из всех этих соцсетей, где, конечно, нашему сердцу дорого, я не знаю, 10 лет я ролики в Ютубе складываю, там больше тысячи роликов, все придется перезаливать куда-то в другие места. Или просто бросите, или там Фейсбук придется бросить, я в ближайшее время от всех этих структур буду отказывать. Вконтакте, который там тоже имеет свою цензурную политику, сейчас более мягкую, но уверяю вас, они имеют эту цель собирания досье, это же используются, сейчас там ФСБ использует, тоже собирает досье, из этого всего можно слепить любой пирог против вас же и использовать. И больше человеческих контактов, чисто человеческих беседа, это первичное и элементарное социальное действие. Не в социальных сетях, а лично, глаза в глаза, и вы тогда лучше знаете, что за люди, с которыми вы имеете дело. И творческий процесс, творческий процесс поиска себя, поиск нового социума, формирования нового социума, тем более, что сейчас таких средств частного общения гораздо больше, а публичное общение должно быть только не с ними, только не под их контролем, только не на их площадках. Тогда мы сможем построить свою параллельную систему. Это-то рухнет, а какая-то новая цивилизация прорастет вот из этих микросоциумов, которые нам необходимо создавать. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!